Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Предлагаю вам сразу заполнить таблицу. Для этого вспомним название компонентов при действии деления. Правильно, делимое, делитель, частное. Вы должны заполнить таблицу. Для этого вспомним, как же найти делимое. Чтобы найти делимое, мы должны частное умножить на делитель. Чтобы найти делитель, делимое разделим на частное. Чтобы найти частное, делимое разделим на делитель. Найдем делимое. 10 умножим на 64. Получаем 640. Находим делитель. 720 разделим на 60. Получим 12. 663 разделим на 13. Ребята, скажите, пожалуйста, какой прием мы будем использовать при нахождении частного? Правильно, письменный. Сегодня на уроке мы с вами будем закреплять приемы письменного деления многозначного числа на двузначное. Тема нашего урока – закрепление, изученного по теме деления на двузначное число. Сегодня мы поупражняемся в письменном делении многозначного числа на двузначное, а также научимся правильно быстро делить многозначные числа на двузначные. Вспомним алгоритм письменного деления. Вспомнили? А теперь я предлагаю по данному алгоритму решить выражение. Разделим 663 на 13. По данному алгоритму. 666 разделим на 13. Определим первое неполное делимое. 66. В частном будет две цифры. Чтобы разделить 663 на 13, для этого 66 разделим на 13. округлим 66 до 60, 13 до 10. 60 разделить на 10, получаем 6. 6 – это пробная цифра. Проверим. 13 умножим на 6, получаем 78. 78 больше, чем 66. Пробуем цифру 5. Умножим 13 на 5, получим 65. Вычитаем. Опускаем троечку. Итак, частное – 51. Разделим 855 на 19. Определим первое неполное делимое. 85. В частном – две цифры. Разделим 85 на 19. Для этого 85 округлим до 80, 19 до 20. 80 разделим на 20, получаем 4. Умножим 19 на 4. Получим 76. Вычтем из 85 – 76. Остаток – 9. Остаток меньше, чем делитель. Значит, действие выполняем верно. Опускаем 5. 95 разделим на 19, получим 5. Итак, частное равно 45. Ну а теперь пришло время решить задачу. Номер 247 на странице 63. Прочитаем задачу. Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины, чтобы сшить на окна одинаковые шторы. В первом куске было 27 метров ткани, а во втором – 36 метров. Из второго куска сшили на три шторы больше, чем из первого. Сколько штор сшили из каждого куска. Ребята, как составим краткую запись? Верно. Краткую запись составим с помощью таблицы. Какие слова запишем в таблицу? Ширина ткани, длина ткани, количество штор. Что нужно узнать в задаче? В задаче мы должны узнать, какое количество штор было пошито. Ребята, почему из второго куска сшили на три шторы больше? Во втором куске было больше ткани. Как узнать, насколько больше ткани было во втором куске, чем в первом? Для этого вычтем из большего числа меньшее. Из 36 мы отнимаем 20, получаем 9 метров. Из 9 метров ткани сшили три шторы. Запишем решение. Из 36 вычтем 27, получаем 9 метров. На 9 метров второй кусок длиннее первого. Именно из 9 метров ткани сшили три шторы. Разделим 9 на 3, получим 3 метра. Этим действием мы узнаем, сколько метров уходит на одну штору. 27 разделим на 3, 9 штор сшили из первого куска. Для того, чтобы узнать, сколько штор сшили из второго куска, разделим 36 на 3. Запишем ответ. Из первого куска ткани сшили 9 штор, а из второго – 12. Ребята, сегодня на уроке мы закрепляли тему деления многозначного числа на двузначные. Мы тренировались выполнять письменное деление многозначных чисел на двузначные. Решали примеры и задачи. Я надеюсь, что полученные знания вам помогут выполнить домашнее задание. На странице 62 вы выполните номер 245, а на странице 63 номер 248. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие ребята. Мне хочется наш урок окружающего мира начать сегодня с отрывка стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова. Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородино. Скажите, ребята, о чем речь мы будем вести сегодня на уроке? Конечно же, вы, наверное, догадались. Говорить мы сегодня будем об Отечестве. Отечественная война 1812 года. Что же такое Отечество? Отечество – это страна, где родился человек. Почему эта война названа Отечественной? Потому что весь народ поднимется на защиту свободы и независимости своей Родины. Прочитайте слова Александра Васильевича Суворова. Ничто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе. Русский народ умел в трудные минуты сплотиться для защиты своей Родины. Пусть слова великого русского полководца станут сегодня девизом к нашему уроку. Сегодня мы с вами услышим много новых имен. И первый, с кем я хотела бы вас сегодня познакомить, это Наполеон Бонапарт. Кто же такой этот человек? Бонапарт Наполеон – французский полоководец. Человек необычной судьбы. Родился он на ворстрове Корсика в 1769 году. В семье бедного дворянина. Окончил военную академию в Париже. Власти во Франции пришел в 1799 году. В 24 года он уже был генералом, а затем стал правителем Франции. В 1804 году его превозглашают императором. В течение десяти лет, пока Наполеон был императором, Франция постоянно воевала. В конце концов он стал властелином Европы. Но ему захотелось завоевать весь мир. «Через три года я буду господином всего мира. Остается Россия, но я раздавлю ее», – заявил Наполеон перед вторжением в Россию. Этот человек замахнулся на мировое господство и едва не добился своей цели. Самой большой ошибкой Наполеона было вторжение в Россию. Это он признает намного позже. Накануне войны Наполеон сказал следующее. «Если я возьму Киев, я схвачу Россию за ноги. Если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу ее самое сердце». А кто же такой Михаил Илларионович Кутузов? Светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев Кутузов-Смоленский. Но мы его знаем как Михаил Кутузов. Родился в 1745 году, а умер в 1813 году. Это был русский полководец. В 1812 году являлся самым старшим по чину среди русских генералов. Вынудила Александра I подписать указ о назначении его главнокомандующим русской армии. В задачу Кутузова входило не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и изгнать его из российских пределов. В августе 1812 года для поднятия духа русской армии Кутузов решает дать сражение под Москвой. 26 августа 1812 года у села Бородино произошло Бородинское сражение, сыгравшее решающую роль в Отечественной войне 1812 года. Во время Бородинского сражения обе стороны понесли большие потери. В России французы более 50 тысяч человек, а русские свыше 40 тысяч. Вот как об этом сражении сказал Наполеон. «Самое страшное из моих сражений – это то, которое я дал под Москвой». Русские войска вынуждены были отступать к Москве. Кутузов созывает в филях военный совет и ставит вопрос давать бой под Москвой или сдать древнюю столицу. Решающими стали слова Кутузова «Пока цела армия, цела и Россия». Было решено оставить Москву. Покидая Москву, Кутузов отдал приказ об уничтожении складов с боеприпасами и продовольствием. Город был подожжен. Падение и пожар Москвы потрясли русский народ. По всей стране стало собираться народное восстание. Разгоралось партизанское движение. Партизаны громили французские обозы, нападали на вражеские отряды. Оставаться в разоренной Москве французы больше не могли. А русская армия перекрыла им все пути на юг. Вот тогда-то Наполеон понял, что Бородино было не победой, а поражением. Его войско вынуждено было вновь идти назад по разоренной им же старой Смоленской дороге. Отступление французов сопровождала армия Кутузова, не давая им покоя ни в пути, ни на отдыхе. Наконец, 14 декабря 1812 года последние остатки французских войск были изгнаны из России. И начался распад империи Наполеона. Самыми известными героями 1812 года стали Михаил Богданович Барклай-де-Толи, Петр Иванович Багратион, Денис Васильевич Давыдов, Надежда Андреевна Дурова, Алексей Петрович Ермолов, Михаил Андреевич Милорадович. Благодарные потомки хранят память о событиях Отечественной войны 1812 года. В Санкт-Петербурге возле Казанского собора установлен памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову. А в самом Казанском соборе находится его могила. А на Бородинском поле установлен памятник русским воинам. Вы, наверное, хотите узнать, что же случилось с Наполеоном и Кутузовым. Последние годы Наполеон провел на острове Святой Елены пленником англичан. В 1819 году сильно заболел. 5 мая 1821 года после тяжелой продолжительной болезни Наполеон Бонапарт скончался. Михаил Иларионович Кутузов ушел из жизни гораздо раньше Наполеона. Весной 1813 года генерал-фельдмаршал простудился и заболел. 28 апреля 1813 года его не стало. В 20 веке был учрежден Орден Кутузова трех степеней. Им награждаются только старшие офицеры за выдающиеся победы войны. Я надеюсь, мой рассказ вам сегодня очень понравился. Но еще раз прочитать о нем вы можете на страницах своего учебника. Страничка 112-118. Ответьте на вопросы, запишите в словарик новые слова. Изучите с помощью интернета биографию хотя бы одного героя Отечественной войны 1812 года. До новых встреч, ребята! Наш урок окончен. Субтитры подогнал «Симон»!